Когда вы приходите в магазин, продаёт консультант. Консультирует вас нормально? Вы на службе, вы ещё выше. Так эти люди относятся к людям совсем по-другому. Вот это поворот! Рекомендуемо вертатись у полиция. С таким письмо вам нужно вертаться в банк. Я бы лучше сверталась. Я, естественно, вызвал полицию, сейчас вы увидите, что происходило с полицейскими, вот этот вот сюр общения, который, ну, знаете, это, блядь, ну, это неописуемо, просто безмозглость в форме, наверное, других слов каких-то там, не знаю, адекватных, очень сложно подобрать, особенно, когда у тебя случилась беда, и беда это не на одну тысячу грей, не на две тысячи, и когда ты вызываешь полицейский, он говорит, что ты, мол, лох, для того, чтобы я понял, что я лох, я бы набрал бы другу, там, знакомым позвонил бы, и он бы мне сказал, ну, ты лох, как бы, ты ошибся, ты скинул, ты лошара, а я вызвал полицейских для того, чтобы они помогли разобраться в этой ситуации, помогли мне написать заявление, что, естественно, не было, вы это все поймете по видео. Добрый день, надо, чтобы вы приняли заявление. Вы уже написали или что? Не, не написали. Вы шапку заполните от себя или мне заполняют? Я вам продиктую сейчас, как нужно заполнять. Хорошо, давайте попробуем. Да, вы не против, если я положусь, да? Не, не против. Спасибо. Шапочка будет писать начальнику заяву. Прошу вас провести перевірку. А почему перевірку? Ну, как вы хотите? Вжити заходи. Вжити заходи. Или расследовать. Давайте я вам расскажу. А вы получаете тут какие-то криминальные права? Перевірку, это проверить, что именно. Я просто не понимаю, факт, чего проверка. Ну, слово само. Ну, во-первых, установить особу, это тоже перевірка. Вжити заходи, тобто, какие-то заходи до особи. Ну, значит, пишите, как вы вважаете. Прошу вас прийняти заяву. Заява, взагалі, вільно. Можете писати, как вы вважаете. Заяву коротко пишите, з приводу чего вы звертаетесь. А у пояснення більш доплатно можете дописать, что там кошти переказывали. Там, в котрій годині номер рахунку. Потім, допустим, ви телефонували в банк, дізналися, що це особа така-та-така-та. Дане вам відмовились надавати. Людина відмовляється повертати гроші? Це пояснення напишите. Окей. А тут прошу перевести перевірку. Тут кратко описать то, з якої причини ви звертаетесь до поліції. Що саме. А пояснення більш докладно можете розписати. Можете взагалі пояснення не давати. Закомендуємо звертатися у поліції. Закомендуємо звертатися у поліції, якщо б у вас якісь шахрайські ідеї були, ви саме добровольно перечислили гроші на інший рахунок? Це було по Малково. І ці гроші не має бути чеку. Поліція не може. Малково розумієте, і дорожний транспорт опривається. Так, я розумію. Але я, допустим, якщо не закрою дверь і прийду в поліцію, напишу, що мене вкрали барсетку, ви скажете, ну-ка, ви ж сами ж не закрали дверь. Че ви прийшли к нам писати? Тут точно також. Проникнення є. Ну, якщо проникнення? Человек зашел, дверь була открыта. Ну, скажете точно також. Ну, так проникнення. Ладно, за саму спорити не буду. Примерно. Тоже саме. Поверьте, ну, это, якщо б я б і там умышлено перестал і просив би чужі гроші гроші, це одно. Коли я прошу свої гроші гроші. Я користуюсь в приват24, ковоиш номер, потім вбили в мовці. Хорошо, я приведу другий пример. Я буду продавати вимышленні права, мені будуть скидувати на приват. Потім я нічого не буду давати людям, я позвоню в банк, скажу, що така ситуація. І вони скажуть, ну, ви ж сами скинули день, ви ж сами повелись на этот разок. А банк, він никак не содействує. Т.е. це ОЛХ, будуть зеки разводити, скидувати на карту, і ти никак не подействуєш. А ти прийдеш в поліцію, скажуть, ну, іди в банк. Така разниця? Я ж тебе, я объясняю, якщо я мошеннически буду разводити людей. А фамилию моєго чисто, кого ви побачили, т.е. ви бла-ла-ла-ла-ла-ла перебросили, а тепер поліція, будь ласка допомогу. А, розберіться, ну, а для чого? Разберіться, я вам говорю, я вам маю. Хорошо. Ну, в следующий день залучимо всіх красних фахівців. А послали на вас наруч, верно. То, що я ошибся, це мої проблеми. Тепер вони ж наші. Ну, а тепер – да. Ну, кожені виконує свою роботу. Будемо виконувати, я вже говорю. Число? Число вначале. Тут? Да. Подпись, фамилию, інициалу. Посмотрим, как тут. Ваше заявлення є номер, по якому ви можете звертитись на городу. Дайте його сфотографируюмо. Подожди, да, я запишу номерку. Сфотографируйте. Спасибо. А то, що людина обманує і говорить, що це її деньги, це не… це нормально? Ну, вона зараз даст пояснення, що ви там щось їй повинні було. Ну, от пусть даст, пусть докажет, откуда, як зашли деньги. Ось. Ось. Я так смотрю, що ви так допомагаєте содействувати в каких-то таких моментах. Таке чувство, знаєте, як будто я домой к вам прийшов і починаю на вас наїжджати. От, коли ви приходите в магазин, продавец-консультант, консультирують вас нормально? Ви на службі, ви ще више. Так ці люди відносяться к людям зовсім по-другому. Я не розумію російською. Не розумію російською. Так? Ось це поворот! Могу і на українське спілкуватися. Я не розумію, що ви тут сказали. Цілу шосту годину шосту дали. Пишите фамилию, імі, 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 імі. Ви спілкувалися за мною російською мовою. Тобто ваш колега, спілкуючись на російський, ви її розумієте? Так? А мене... Ні. Вона не українською спілкується. Ви що не запомнили? Бог з ним. Вони приймають заявлення. Проходить 10 днів після цього. Тишина. Я перезвоню в поліцію, спрашиваю, на якому етапі, що вообще происходит. Ну, мені кажуть, перезвонити ще через неделю. Я перезвоню через неделю, мені кажуть, що воно участкового. Звоню участковому. Ну, це все, как бы, тоже, понимаєте, це не так легко делиться. Пока знайти номер участкового. Пока то, пока сё. Бог з ним. Нашел я участкового. Участкового говорить, що у мене його немає. Я даже не знаю, про що ти говориш. После этого я связываюсь с тем человеком, который є. И этот человек мне просто, ну, вы, вы понимаете, сотрудник полиции. Он мне говорит, ну, ты ж понимаешь, милиция переименовалась в полицию. Ну, я же вам рассказываю. Это ж у нас... Это как у нас, у нас же все, как в милиции. Что они стали в полиции. У вас... Плохо слышно. А так ничего не поменялось. Это мне человек говорит по телефону, не зная меня, не зная ничего. Вот такую вот информацию. Вот вдумайтесь. Блядь, насколько это широко развитый орган, да? Это, типа, власть. Это люди, которые работают на нас. А, не, ну, знаете... Я, как бы, логика хорошая. Просто это сегодня одна ситуация. Завтра я буду идти, меня изобьют, заберу телефон. Я вызову полицей, скажут, ну, блин, ну, ты ж лошара. Тебе... Нет. Нет. Они скажут не так. Они скажут, надо было подкачаться. Ну, чё ты хиленький. С ножом ходить. Подкачаться. Вот ты такой у нас слабачок, типа. А всего лишь надо было, как бы, поздоровее быть, с охраной ходить. Не туда и шёл. Это ж, ну, у меня просто не одна ситуация. И это, как бы, хочется уже эту ситуацию довести до конца. После всего этого я, естественно, еду, узнаю, что моему... Моё заявление они якобы приняли, но ему не присвоили ЕРДР криминальное проваджение. Там, за фактом крадишки, або шахрайство. Если его не присвоили, они просто скажут, что это конфиденциальная информация, и мне не дадут данные, да, человека. Допустим, я захочу подать на неё в суд решить этот конфликт, а у меня нету данных, мне нужны данные. Для того, чтобы появились данные, ему должны присвоить криминальное проваджение, открытое, и там уже дальше это всё... Короче, идёт замес, скажем так. Прошло 26 дней, и они приняли заявление, его внесли в ЕРДР, и я тут думаю, мне нужно же, да, подготовить бумаги, потому что я понимаю, что система работает так, что ты должен всё делать вместо всех. Я подготовил все распечатки, после чего принёс их следователю, и параллельно она говорит, у тебя же был отказ, да, по заявке, ты звонил, возьми отказ в банке. Я звоню в банк, два раза звоню. Специально раз позвонил, спросил, вы сможете мне дать эту доведку? Они мне сказали, да, без проблем. Я второй раз позвонил, они мне сказали, да, без проблем. Я пришёл в банк, и как вы думаете, что произошло? Они мне говорят, ой, мы ничего не знаем, давайте мы просто оформим заявку, а после этого вам придёт ответ. Я звоню на горячую при ней, а мне говорят, мы вам в течение, на горячей линии мне говорят, мы вам в течение дня пришлём ответ. Не переживайте, идите домой, всё будет хорошо.